Зарубежные гости из университетов России, Швеции, Литвы, Кореи и других стран собрались сегодня в Кустанайском государственном университете, чтобы обменяться опытом применения IT-технологий в науке, производстве и образовании. К примеру, профессор Сеульского национального университета вместе с исследовательской группой разработал новые телекоммуникационные технологии, которые можно применить при изготовлении автомобилей. Сейчас Сеульский национальный университет и его исследовательская группа работают над разработкой новых приборов. Их называют приборами пятого поколения. Непосредственно я занимаюсь разработкой антенн для использования в машиностроении и в технике. Несмотря на то, что этот проект с 3D-антеннами и с приборами нового поколения работает и разрабатывается в течение 10 лет, тем не менее существуют определенные проблемы, чтобы действительно внедрить это и использовать как новые технологии в машиностроении. Об этих проблемах я и буду говорить. Зарубежные гости намерены развивать в нашей области и ветеринарию. По словам доктора наук Литовского университета науки здоровья, у кустанайских студентов большие перспективы. Кустанайская порода лошадей ее особенно впечатлили. Почему Казахстан? Потому что хочется, чтобы и здесь тоже и лечили животных, создавали клинику, много ветеринарных врачей, чтобы было, и чтобы они именно практиковались и навыки изучали. Будет сегодня делиться о других возможностях, потому что, как и в Европе, мы в Европе и Литве, то случается практика, не разрешается животных использовать для обучения, и мы ищем поиски других симуляторов, создаем сами симуляторы. Если даже европейские учебные заведения отличаются своей материальной базой от местных вузов, то есть и такие лаборатории, где лидируем мы. Одна такая появилась на базе Кустанайского государственного университета. В Казахстане подобных всего две. Идея этой лаборатории состоит в том, даже чтобы по отдельному волосу, взятому вновь родившейся теленка, можно определить его всю дальнейшую генную историю и действительно выйдет из него продуктивный животный. То есть такие разработки в университете есть. Естественно, они будут востребованы производством. С цифровизацией Казахстана, по словам специалистов, большие изменения должны произойти не только в науке, но и в производстве. Внедрение умных технологий в развитие агропромышленного комплекса должно вывести предприятие на новый уровень и повысить производительность труда. Виктор Ваташко, Екатерина Комиссарова, РТН. Виктор Ваташко, Екатерина Комиссарова, РТН.